Чем может обернуться обычная прогулка по реке? Какое событие навсегда отложится в памяти каякера? И почему быть самой быстрой акулой в мире не всегда выгодно? Смотрите в этом выпуске! С вами СмартПицца и это удивительные кадры, когда речные и морские монстры бросаются на лодки. Речная полиция Уверен, когда люди отправляются в плавание по реке, им даже в голову не может прийти мысль о нападении на лодку бобра. Это животное никогда не занимает первые полосы в газетах, где описывают атаки на людей. Однако списывать его из-за этого со счетов я бы не советовал. Дело в том, что бобры со своими невероятно большими передними зубами могут оказаться довольно опасными. О том, что грызуны весят не слишком мало, думаю, вы и так знаете. Вес этих грызунов достигает 30 килограммов. Плавают же они со скоростью около 10 километров в час и шикарно чувствуют себя в воде. Но если вдруг кто-то им не понравится, окажется на их территории или бросит некрасивый жест в их сторону, бобер предупредительно ударит хвостом по воде. Если вы увидели это лично, как вот эти ребята из видео, лучше не тратьте свое время и уплывайте подальше, так как это точно не будет сулить ничего хорошего. Встреча, которая запомнится надолго. Если с бобрами какие-то сомнения в своих действиях еще могут возникнуть, все-таки не каждый день встречаешь этих животных и не знаешь, насколько те опасны, то вот с медведями дела обстоят куда проще. Эти здоровяки, как показывает следующее видео, шикарно плавают и умеют даже рычать во время этого процесса. Повезло, что эти люди успели проплыть мимо агрессивного животного и не дали тому добраться до лодки. Думаю, окажись очевидцы немного медленнее, это видео могло бы и не попасть в сеть, если вы понимаете, о чем я. Экстремальный отдых Все мы знаем, что такое каяк. Это одноместная лодка, на которой люди часто спускаются по рекам или каким-то другим, более сильным течением. Мужчина же из этого видео просто прогуливался на своем каяке по реке в лесу, любуясь потрясающим видом. Знаете, я тоже немного залип, когда впервые увидел всю эту красоту дикой природы. Но потом я пришел в себя от одной простой мысли. А что, если кто-то из животных осмелится атаковать каяк? Здесь ведь вся цветовая палитра примерно одинаковая. Все сливается воедино, из-за чего отличить того же крокодилом будет практически нереально. Собственно, так и произошло. Мои опасения подтвердились, и на лодку человека напал аллигатор. Хищник рванул в сторону человека не слишком сильно, из-за чего не успел перевернуть транспорт. Мужчина облокотился на ближайшую ветку, которая очень удачно лежала по правую сторону от него, и сумел встать. Далее никаких повторных атак на каяк не происходило. Все было довольно мирно и спокойно, что не могло не радовать любителя экстремального отдыха. Следующая, гораздо менее напряженная, но не менее опасная встреча произошла на родине самых жутких и в то же время необычных созданий. В Австралии житель этого материка прогуливался на своем падлборде, когда к нему неожиданно подкралась неизвестная змея. Радует, что он не осмелился ее погладить или сделать вместе с ней селфи на память, поскольку это создание могло быть очень и очень опасным. Дело в том, что морские змеи в несколько десятков раз опаснее и токсичнее, чем сухопутные, хоть чисто интуитивно нам это так и не кажется. Их яд действует за считанные минуты, поэтому спастись от укуса в таких условиях просто не представляется возможным. Тем не менее, та особь, которую встретил мужчина, вероятнее всего относилась к виду гладкой морской змеи. Эти ребята ядовиты, но не слишком. Они используют токсин лишь для того, чтобы было проще переваривать пищу. Вырастают они до двух метров в длину, обладают плоским хвостом и большими легкими, которые позволяют им проводить под водой по несколько часов. Не нужно было гонять. Как-то так я бы сказал этой акуле, если бы она оказалась рядом со мной и понимала наш язык. Перед вами самая быстрая акула в мире, которую зовут Мако. Ей под силу развивать скорость почти до 75 километров в час. Из-за этого ее также называют морским сапсаном. Для чего им подобная сила, лично я понятия не имею. Думаю, под водой хватило бы и 20, ну или максимум 30 километров в час, чтобы догонять всех более мелких существ. А вообще, ее высокие скорости вон до чего могут довести. Люди плавали в открытом море, никого не трогали и даже не ловили рыбу, как вдруг к ним на борт залетела акула сама, без приманки или чего-то еще. Видимо, хищница просчиталась со скоростью и не заметила, что рядом с ней находится судно. Мне кажется, окажись эти люди рыбаками, их счастью не было бы предела. Но акуле повезло, никто из членов экипажа не планировал забирать бедное животное с собой. Кое-как, но все-таки акуле помогли и вернули ее обратно в воду. Надеемся, что впредь она будет осторожнее. О, мне кажется, что я нашел возможное продолжение той истории. Представьте, что акулу никто не собирался бы возвращать в воду. Животные, прямо как в мультиках, начали бы кооперироваться и спасать собрата, делая нечто невероятное. Например, вот это. Друг той скоростной рыбехи мог бы пережать двигатель транспортного средства и не дать ему уплыть. Выглядело бы это как-то так. Ну а если серьезно, то у кого-то из вас есть хоть какие-то мысли насчет поведения этой акулы? Для чего она все это сделала? Напишите в комментариях. Теперь моя очередь. Как вы относитесь к серфингу? Что-то мне подсказывает, что большинство из вас видели этот процесс, но никогда на себе его не пробовали. Что ж, если это так, то дважды подумайте о месте, где стоит начинать этому учиться. Выбирать открытые территории по типу морей или океанов я бы не стал, потому что там в любой момент у тебя могут отжать доску наглые кальмары. Вот этот, например, обхватил доску и заставил человека спрыгнуть с нее. Видимо, подводному обитателю ну очень хотелось попробовать посерфить лично, а человек все никак не уступал ему место. Кстати, если вы не знали, шутить с этими созданиями ни в коем разе нельзя. У основания их щупалец расположен ротовой аппарат. Силой его челюсти существо может раздавить череп любой крупной рыбы. Кальмары от природы хищные существа и питаются любыми живыми организмами, меньшими их по размерам. В их числе оказываются даже сородичи. Но вернемся к нашему наглому кальмару. На самом деле история обстояла немного иначе. Это животное было ранено, и таким образом оно просило у людей помощи. Сёрфингисты быстро это поняли и дотащили беднягу до берега, где позвали на помощь и сумели оказать необходимую поддержку. Представляете, насколько кальмар был в отчаянии, что отважился попросить помощи у каких-то отроду незнакомых ему гуманоидов. Удивительная история. Следующее существо, с которым встретились люди, поражает не меньше. Род хома, к которому мы относимся, появился где-то 2,5 миллиона лет назад. Кажется, что прошло довольно много времени, но по общим меркам это совершенно ничто. Даже шестижаберная акула, которая плавает сегодня в наших водах, живет здесь уже более 60 миллионов лет. Их ближайшие предки так и вовсе обнаруживаются в минеральных отложениях, которым более 200 миллионов лет. За столь длительный срок это создание не только шикарно адаптировалось к окружающей среде, но и научилось вырастать до гигантских размеров. Они вырастают почти до 5 метров в длину и могут весить более 500 кило. Эти акулы живородящие, а самки одновременно способны вынашивать до 80 детенышей. В основном они питаются падалью, но могут и нападать на живых существ, если подвернется случай. Остается надеяться, что такой случай не подвернется им никогда. Потому что вот это видео, на котором люди находятся за стеклом и с удивленными глазами смотрят за акулой, дает понять, шансов на выживание у человека будет мало. Помните историю с аллигатором и каяком? Оказывается, не всегда прогулки по дикой природе могут носить негативный характер. Порой ситуация может оказаться гораздо более милой, приятной и безопасной для жизни. Моряк из этой истории отправился на прогулку. Отплыл достаточно далеко от берега, как вдруг его лодка пошатнулась. Он подумал, что что-то не так, что он зачем-то не уследил или что-то не так сделал, но все было гораздо проще. Обернувшись, мужчина заметил, что его покой потревожил милейший тюлень. Этот здоровяк забрался на корму и завис, будто дожидаясь, пока человек проедет определенное расстояние и подбросит животное до нужной ему точки. Мне кажется, что если кто-то из животных и должен тихо подкрадываться к людям со спины, то пускай это будут они, милые тюлени. Только я вспомнил о том агрессивном аллигаторе из реки, который пытался перевернуть каяк туриста, как нам подвернулась очередная история с этими зубастыми хищниками. Крокодилы вновь никому не желают добра, а наоборот, пытаются лишь напасть и забраться на лодку. Что забавно, в этой истории крокодил запрыгнул на довольно-таки высокую лодку. Я даже не успел понять, как ему это удалось. У них отличный рывок в горизонтальном направлении, но, как видите, они умеют отлично прыгать и ввысь. Интересно, как потом человек на борту прогонял зависшего хищника? Палкой или голыми руками? Ну а на этом все. Напишите в комментариях момент, с каким животным удивил вас больше всего. И спасибо за просмотр!